Всем привет! В эфире Универ Ньюз. С вами сегодня я, Анна Глазунова. И так, смотрите выпуски. Чем запомнилось очередное заседание ректората? В Казанском университете продолжается работа пятой международной конференции постгеном-2018. Активно работают 37 симпозиальных сессий, 3 заседания круглых столов, конкурс молодых ученых, несколько сессий стендовых докладов. И запланированы 22 пленарные лекции ведущих российских и зарубежных ученых. Нам удалось пообщаться с основными спикерами конференции и узнать, чем интересны их исследования. Конференция очень интересная. У меня выступают 4 сотрудника из моей лаборатории на самую разнообразную тематику. Тематика, которая касается мультифакториальных заболеваний, например, заболевания роговицы глаза. Это онкологические проблемы. Я буду говорить о роли феномена, который называется программируемая гибель клеток, в развитии опухолей и в терапии. Дело в том, что программируемая гибель клеток – это область биомедицины, которая наиболее быстро и наиболее эффективно развивается, пожалуй, в 21 веке. Я выступала с докладом о работе систем репарации ДНК, потому что, как известно, ДНК – это хранилище генетической информации. Работа конференции постгенома продлится до 2 ноября включителя. Адель Шамилова, Ленарта Вольтьяров, Универньюс. Уровень качества цитируемости научных статей Казанского университета будет повышаться. Также в скором времени у вуза появится собственный инновационный образовательный продукт. Об этом и многом другом говорили на заседании ректората Казанского университета. Подробности прямо сейчас. 30 октября состоялось очередное заседание ректората Казанского федерального университета. Началось заседание с торжественного события. Ученика 10 класса лицея имени Лобачевского КФУ Ильдара Гайнулина под аплодисменты ректората поздравили с победой на 6-й международной олимпиаде по информатике, которая буквально на днях завершилась в Бухаресте. Одна из основных тем затронула позицию университета в рейтинге Times Higher Education образования, который вывел вуз в число лидеров по данному направлению. Однако, как отметил проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ, главное не количество статей, а их качество, что подтверждает нововведение у WebMetrics. Данная система рейтингов уже к концу этого года запустит робота, который будет анализировать цитируемость материалов. Крайне важно, чтобы научные статьи были цитируемы другими вузами, как нашего города, так и в пределах страны. И даже за ее пределами, исключая самоцитирование. Если раньше смотрели общее количество цитат, вы же знаете, общее количество публикаций, общее количество цитат, и это все приводилось в расчете на одного научно-педагогического работника. И сейчас, для того, чтобы, ну скажем, поглубже посмотреть рейтинговое агентство, они начали заказывать у Эльзивир более глубокое исследование FWCI. То есть оно смотрит не только наше цитирование, но также самоцитирование и также взвешивает по среднему цитированию в этой области. Проделанная работа не должна оставаться незамеченной. Об этом, в частности, заявил ректор КФУ. 10% премиального фонда предложено зарезервировать на поощрение в создании электронных образовательных ресурсов. При этом речь идет не о простой записи лекций на видео, а о разработке полноценных инновационных образовательных продуктов. Подразумеваются уникальные курсы, которые должны быть востребованы в том числе и на рынке. Значит, у меня поэтому просьба по онлайн-курсам добавить, да, и либо расписать по месяцам, и программы дополнительного образовательного шума. Вопросы о качестве образовательных наших программ, кому и для чего нужно формировать онлайн-программы, то есть ответить на один единственный вопрос, кому это нужно и для чего это нужно, да, и какие вопросы решают эти программы. Также в повестку дня вошли такие вопросы, как создание кафедры математических методов геологии, Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Помимо образовательных проектов планируется, что сотрудники будут активны в части публикационной активности. Реальные результаты появились и у гуманитариев. Добиться этого удалось благодаря использованию собственной модели педагогического образования. И здесь не только рейтинги являются фактором признания. За последние годы значительно возрос конкурс при поступлении. На отдельные профили до 40 человек на бюджетное место, а средний балл ГГ достиг 78, в то время как по России это 69 баллов. Адель Шемилова, Владимир Нелюбин, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Ежегодный чемпионат КСЮГЭУ прошел в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Подробности далее. 31 октября в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ прошел чемпионат по решению геологических кейсов среди школьников. В этом году КСЮГЭУ собрал 29 команд не только Республики Татарстан, но и России. Мы проводим открытый кейс-чемпионат по решению геологических кейсов среди школьников образовательных школ. Это мероприятие, которое по форме коренным образом отличается и от Олимпиад, и от конференций. У нас зарегистрирована команда из Пермского края, зарегистрирована команда из Москвы и Московской области для участия в чемпионате и 22 муниципальных района Республики Татарстан. Сами ребята и их наставники с большим интересом слушали доклады своих соперников, участвовали в викторинах, попробовали себя в роли юных геологов, исследовав водные ресурсы. Диана Шилова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Казанский федеральный университет организовал осеннюю школу открытия талантов. Что делает университет для развития детей, расскажет наш корреспондент. С 31 октября по 2 ноября Казанский федеральный университет совместно с Казанским открытым университетом талантов провел осеннюю профильную школу открытия талантов. В мероприятии приняли участие проректор по биомедицинскому направлению Андрей Киясов и проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Более 250 школьников узнали о возможностях для самореализации в своем городе. Образовательные лекции и практические тренинги помогли участникам сформировать понимание современного рынка труда и грамотно подойти к вопросу выбора будущей профессии. Валерия Муратова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. Приходить в театр оперы и балета в качестве зрителя значит видеть то, что происходит на сцене. А студентам высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ удалось познакомиться с закулисной жизнью театра. Для любого зрителя театр начинается с вешалки, а для журналиста – с закулисья. Студенты высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ смогли побывать там, где обычным людям вход строго запрещен. В рамках учебного пресс-тура будущие журналисты увидели изнутри работу Татарского академического государственного театра оперы-балета имени Мусы Джалиля. Непривычно, когда зал пустой, на сцене работают сотрудники, они танцуют балерины. На наши глаза готовились декорации к предстоящему спектаклю капелли. Пока сцена пустая, но скоро она заполнится различными декорациями. Ни один спектакль не обходится без реквизита. В театре оперы и балета он хранится в отдельном месте. Этот кувшин украшает обеденный стол на сцене, а этот герой – спектакль и щелкунчик. Здесь, в цехе реквизита, каждому найдется игрушка по душе, как взрослому, так и ребенку. Зритель видит на сцене яркие наряды, красочные декорации и украшения. Все это создается кропотливым трудом художников и реквизиторов. Например, на изготовлении полотна для спектакля уходит несколько месяцев, а трудятся над ним порядка 10 человек. Все работы выполняются вручную. Ну что ж, декорации увидели, реквизиты потрогали. Остается самое главное – посмотреть на репетицию балета. Начиная с обычных рубашек и заканчивая бальными платьями, вышитые бисером. От такой гардеробной мечтает, пожалуй, каждая девушка. Сюда, в костюмерную, заходят все артисты перед началом спектакля. Такой насыщенный и интересный получился пресс-тур для начинающих журналистов, где они узнали много нового, научились задавать вопросы и работать с информацией. Быть в театре в качестве зрителя и в качестве журналиста и увидеть всю кухню изнутри, как говорится, это совсем другие ощущения. Вообще эмоции, они нереальные. Во-первых, мне понравилась атмосфера театра. Здесь все так загадочно, таинственно на самом деле. Теперь я надеюсь, что буду чаще ходить в театр. Яркие декорации, звонкие голоса и пластичные движения танцоров – таким видится балет для зрителей. Но нам выпала возможность увидеть, как все это создается и готовится. Анна Глазунова, Ленар Довлетяров, Универньюз. Это все новости. Смотрите на социальных сетях. Еще увидимся. Пока.